МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Жуковском прошел 13-й Международный авиационно-космический салон МАКС-2017. Один из крупнейших мировых авиафорумов. Гостей ждала насыщенная программа и яркие выступления пилотажных групп. Подробности в нашем следующем сюжете. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На эти шесть дней небо над подмосковным Жуковским оказалось в самом центре внимания. 90 воздушных судов взмыли в небо, чтобы в очередной раз поразить зрителей яркой летной программой, виртуозными фигурами и сложными маневрами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По традиции на МАКСе 2017 выступали русские витязи, стрижи и соколы России. Кроме того, в полетах также приняли участие российские пилотажные группы «Русь», «Первый полет» и «Чалавиатим», а также латышские и арабские суда. Впервые гости салона могли увидеть в небе учебно-тренировочный самолет Як-152 и ударный вертолет Ми-28НЭ. В этом году МАКС посетили более 450 тысяч гостей. Это на 50 тысяч больше, чем два года назад. Мероприятие собрало людей всех возрастов из разных уголков России. Здесь традиционно царит праздничное настроение, и никакие капризы погоды не могут его испортить. Я в позапрошлом году тут была, но тут все изменилось. Мне в этом году намного больше понравилось. Но жалко, что дождь начался и не продолжилось выступление. Очень нравится. Я впервые здесь. Очень приятно за организаторов, что организовали очень хорошо. Очень хорошее. И чтобы это продолжалось, хотелось бы. Даже и дождь не помеха. Все очень нравится. Что особенно вам нравится? Ну, конечно, самолеты наши. Гордость нашей авиации. Помимо летной программы, на МАКСе работала статическая стоянка самолетов и вертолетов. Здесь гости могли во всех подробностях разглядеть воздушные суда, сфотографироваться и зайти внутрь кабины. Авиасалон МАКС – это не только праздничное, но и деловое мероприятие. В этом году здесь было проведено свыше 150 конференций, круглых столов, брифингов, семинаров и презентаций. Подписано около 25 соглашений, контрактов и договоров. Одним из важнейших событий стала презентация системы по цифровому созданию авиационных деталей. В виртуальном цехе в присутствии журналистов был изготовлен первый цифровой болт. Это будет первый кибербезопасный болт, произведенный в вашем присутствии. До этого все показы были закрыты. МАКС проводится регулярно вот уже 24 года, каждый нечетный год. Прошедший накануне авиасалон стал 13-м по счету. Он превысил показатели предыдущей выставки не только по количеству гостей, но и экспонентов. Всего в мероприятии приняли участие более 880 компаний, в том числе около 180 иностранных производителей из 35 стран мира. Мария Лапчева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Земельные войны на территории СНТ «Зеленая зона» набирают обороты. Сотрудники Росреестра, МВД и администрации провели рейд по выявлению незаконных построек и предпринимательской деятельности на территории садового товарищества. Представители уполномоченных органов проверили законность строящихся здесь зданий и их использования. Это его проблема, куда он вкладывает деньги. Подобное общение для жителей СНТ «Зеленая зона» с недавних пор стало нормой. Причина стара как мир – раздел земельной территории. Например, вот этот дом находится на земельном участке, отведенном под садоводство. И земля и здание принадлежат Аркадию Мотову. Все правоустанавливающие документы у мужчины на руках есть. Правда, согласно свидетельству о праве собственности, площадь жилой застройки составляет всего 150 квадратных метров. Остальная часть здания – нежилые помещения. По словам мужчины, использует он их прямо по назначению – выращивает клубнику и цветы. Вот, пожалуйста, клубничка такая инновационная. Сделаем дальше вообще плантации здесь. Правда, пока плантации, как и садов, на третьем этаже дома мы не обнаружили. И хотя закон никак не регламентирует объемы выращиваемых растений, он гласит, что площадь застройки должна быть не более 30% от общей площади участка. Между тем, очевидно, что это здание занимает куда больше квадратных метров. Помимо этого, к собственнику дома есть и другие вопросы. Например, относительно типа дома. Есть критерия отнесения к домам и квартирности. Это предлагает определенную площадь этого дома и определенную этажность. То есть этажность больше трех этажей и площадь определенная. Для того, чтобы принять определенную площадь, необходимо привезти геодезиста, чтобы он обмерял, какая здесь площадь. Чем дальше в лес, тем больше дров. В ходе проверки было выявлено, что в этом здании работает целый садоводческий магазин. И располагается он, внимание, на еще одном цокольном этаже. Вот этот момент, это открыл мой родственник. Я предоставил ему помещение безвозмездно. Он просто решил заняться, помогать садоводам. Помогать садоводам родственник Аркадия Мотова решил каждый будний день с половины десятого утра до половины десятого вечера. Однако во время проверки в среду, в разгар рабочего дня, магазин вдруг оказался закрыт по непонятным причинам. После долгих пререканий попасть внутрь торгового помещения нам все же удалось. Магазин, не жилой. Не жилая часть помещения находится. Видите? Все, вот, включена. Закрыто. Лопаты, грабли, разнообразный садовый инвентарь, строительные и расходные материалы, хостовары. Ассортимент магазина разнообразен. Его владелец уверен, торгует он исключительно на законных основаниях. На основании договора безвозмездного пользования, на основании записи ОГРН, на основании регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Подобные рейды сотрудники Росреестра, МВД и администрации проводят регулярно. Их цель – выявить наличие незаконных построек на участке и принять соответствующие меры по их ликвидации. Кроме этого, уполномоченные органы очень интересуются незаконной торговлей в Люберецком округе. На территории одного только СНТ «Зелёная зона», помимо названного выше магазина, во время рейда обнаружили ещё один нелегальный объект. Дело в том, что здание расположено на участке, отведённом под садоводство. По идее, собственник должен выращивать здесь огурцы и помидоры. Однако вместо этого он построил на участке гостиницу. У себя, у себя собственность в своём доме, заниматься предпринимательской деятельностью, об этом гласит статья номер 17, вы посмотрите. Но целевое назначение земли не используется. Хозяин гостиницы на это только плечами пожимает. Он убеждён, его действия легальны, и претензий к нему быть никаких не может. Однако уполномоченных органов другое мнение. В прошлом году мы проверяли, и был выявлен и составлен акт. Указаны основные нарушения, которые были. Это следующее. Застройка превышает больше 30%. Сам земельный участок, объект, который здесь построен, и хозяйственная деятельность, которая ведётся, не соответствует виду разрешённого использования. Несмотря на выданное год назад предписание, хозяин гостиницы нарушения не устранил. Следующим шагом по данному объекту станет обращение уполномоченных органов в суд с иском о признании постройки незаконной и дальнейшей её ликвидации. Мария Лапчева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Вопросы земельно-имущественных отношений обсудили в Люберцах. В администрации прошло совещание с участием представителей садовых товариществ округа. Им рассказали, как правильно определить границы земельных участков СНТ, зарегистрировать права собственности и о многом другом. Канавы эти тоже просили почистить. Никто нам эти канавы не чистит. Столько воды сейчас нет. Опять свершие 200 участков стоит в воде. Стоит вода. Жизни СНТ – зелёная зона. После каждого дождя похоже на стихийное бедствие. Садоводы в отчаянии просят о помощи. А ещё там же у жителей возникли проблемы с оформлением имущества и с пропиской в нём. И, по словам специалистов, этот отказ в регистрации ФМС вполне законен. 66-й федеральный закон. Он чётко говорит, что можно строить только жилые строения без постоянной регистрации. Жилые строения, назначение которых будет нежилое, то есть они не предназначены для постоянного проживания. Вы же понимаете, что ваши участки – это садоводство. А жители СНТ Мирной в Томилине сомневаются в законности использования участков своими соседями. Андрей Сыров призвал всех садоводов оперативно сообщать о таких фактах рабочей группе с помощью мессенджера WhatsApp. От активных граждан ждём любой информации. Вы идёте домой, видите, что по факту там нарушение идёт законодательства, информирующие нас, и у вас появляется прямая связь с нами. Почему мы хотим садить рабочую группу WhatsApp? Потому что все председатели будут видеть, например, может быть, аналогичный вопрос, он не обращал внимания, когда кто-то из вас этот вопрос поднимет, он обратит внимание и отработает на своём уровне. Встреча представителей СНТ с сотрудниками муниципалитета была необходима. Проблем и вопросов у садоводов накопилось много. И, как показал недавний рейд по незаконным постройкам в СНТ «Зелёная зона», мало кто из собственников исправил те нарушения, которые выявили ещё год назад. Поэтому в состав рабочей группы для более эффективного решения задач вошли различные специалисты, в том числе и из БТИ. Ещё один насущный вопрос садоводов – как должен осуществляться вывоз мусора в некоммерческих товариществах. На территории каждого СНТ должна быть оборудована контейнерная площадка, на которой размещаются контейнера и бункера-накопители. Должен быть обязательно заключен договор на вывоз мусора. И также вся эта информация о графике вывоза об организации должна быть размещена на контейнерной площадке. Каждому жителю СНТ необходимо помнить, что отсутствие договора на вывоз мусора – это не только ненадлежащий вид территории, но и серьёзные штрафы, предусмотренные для недобросовестных собственников садовых товариществ. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Московская областная дума активно борется с проблемой обманутых дольщиков. На минувшей неделе там прошло первое заседание рабочей группы, которая должна подготовить предложение, направленное на совершенствование механизмов защиты прав и законных интересов участников долевого строительства. Также рабочая группа будет отслеживать состояние и сроки завершения строительства проблемных объектов. В мероприятии приняли участие депутаты Государственной думы, представители комитета по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Московской области, правительства Московской области, министерства строительного комплекса Московской области, муниципальных образований и общественных организаций, а также инициативные группы пострадавших граждан соинвесторов. В ходе заседания участники обсуждали ряд значимых вопросов по совершенствованию федерального и регионального законодательства в части проработки эффективных механизмов защиты интересов дольщиков Московской области. Вор должен сидеть в тюрьме. Давайте его посадим. Почему, если квартиры человек не передает и обязан передать, почему нет уголовной ответственности? Почему у прокуратуры и у нашего МВД такая сложная дорожная карта? Потому что они практически преднамеренные банкротства сегодня доказать-то не могут. То есть ввести уголовную ответственность. Заместитель министра строительного комплекса Московской области Евгения Соколова в свою очередь рассказала о законодательных инициативах, разработкой которых займется рабочая группа. Мы собираемся и уже получили одобрение внести поправки в наш областной закон о бесплатном предоставлении земельного участка тому застройщику, который берет на себя обязательства по достройке проблемного объекта. То есть тем самым мы снимаем для него экономическое бремя и оптимизируем его затраты на проблемный объект. Евгения Соколова также подчеркнула, что в срок до 1 августа в Минстрой России будет представлена дорожная карта по завершению строительства проблемных объектов на территории Московской области. Всего в регионе насчитывается 24 таких объекта. Член Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов уточнил, что фактически в области являются долгостроями 92 объекта. По его словам, по 30 из них решения уже приняты и работа ведется. По итогам мероприятия было решено, что рабочая группа будет проводить выездные заседания в муниципалитетах, в ходе которых ситуация с каждым проблемным объектом будет индивидуально обсуждаться с представителями правительства региона, муниципалитетов, депутатами Мособлдумы и пострадавшими соинвесторами. Комплексная тренировка по ликвидации чрезвычайных ситуаций прошла в Люберцах. Учения были призваны проверить, как спасатели реагируют в случае возможных происшествий на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Важная задача – ликвидировать техногенную катастрофу, которая, по легенде, произошла на Люберецкой котельной. Специально для учений была сымитирована следующая ситуация. На объекте произошел прорыв газопровода, в результате чего без тепла и горячей воды остались 14 близлежащих домов. Еще до прибытия первого пожарного подразделения добровольные пожарные от Люберецких теплосетей и водоканала начали имитацию тушения, а прибывшие на место газовые службы перекрыли подачу газа, чтобы предотвратить возможный взрыв. В целом оцениваю, что задачи справились, учение прошло хорошо, но недостатки есть, мы их видим, мы над ними будем работать. Недостатки есть, такого не бывает, что без недостатка. Тем не менее, коммунальные службы с задачей справились полностью. Катастрофу и ее возможные последствия ликвидировали, во временные нормативы уложились. Особо следует отметить работу пожарных служб. Пожарные с поставленной задачей справились. Задача была следующая. Первая – это не допустить распространение огня на сгораемые элементы здания котельной. И основная, конечно, задача была для пожарных – это эвакуация пострадавших. По тактическому замыслу, в ходе аварии на котельной пострадал мужчина. После успешной эвакуации его оперативно доставили в больницу. Всего в учении было задействовано 78 человек. По окончании мероприятия руководители структурных подразделений поблагодарили его участников. Следующее учение планируется провести с привлечением оперативных служб в Подмосковье. Мария Лапчева, Дмитрий Жатянко, телеканал ЛРТ. Объекты ЖКХ городского округа Люберцы активно готовят к грядущему отопительному сезону. За ходом этих работ тщательно следят представители администрации. На минувшей неделе Владимир Рыжицкий проверил состояние и готовность котельной номер 8 в Томилине, которую модернизировали по последнему слову техники. Вот уже год котельная на улице Гоголя в Томилине подтверждает все возложенные на нее надежды. Бесперебойно обеспечивает теплом и горячей водой 9 жилых домов и детский садик. В отопительный период современное оборудование позволило сэкономить расход топлива на 10%. Стоят отечественные котлы, но импортные горелки. Котельные котлы очень надежные. Зарекомендовали себя как качественное оборудование, работающее без збоев. Заменено было на три котла. Также модернизировал узел учета. Перегруженную котельную с полувековой истории модернизировали так, что теперь она работает полностью в автоматическом режиме, без присутствия операторов. Даже в нестандартной ситуации оборудование знает, как себе вести. Кроме того, к новому отопительному сезону начали замену теплотрассы. По оценке комиссии, подготовка к зиме здесь идет в плановом режиме. Модернизация требуется везде, где котлы, скажем, прошлого века, я бы сказал. Здесь КПД котлов где-то за 94-95%. Совершенно другой уровень. Сегодня во всем есть экономия, сегодня все считают деньги, поэтому стоит наша задача подобное оборудование приобретать, где потребление либо расход газа значительно меньше. Стоит отметить, что подобную перезагрузку прошли уже почти 80% котельных округа. Остальные модернизируют в течение двух лет. В целом, объекты ЖКХ, по словам Ружицкого, на данный момент готовы к отопительному сезону на 70%. Анна Троян, Дмитрий Ратянко, телеканал ЛРТ. Еще два детских сада откроются в Люберцах и смогут принять 300 малышей. Интересно, что архитектурный проект дошкольных учреждений уникальный и имеет круглую форму. Насколько будут комфортны новые здания для детей, проверила депутат Госдумы Лидия Антонова во время своего рабочего визита в Люберце. Круглая стеклянная крыша, круглый театральный зал, круглый бассейн и даже круглые светильники. Два новых детских сада в микрорайоне «Красная горка» единственные такие в Люберцах. Депутату Государственной Думы Лидии Антоновой такие оригинальные архитектурные проекты понравились. Это развивает творческое начало. Вместе с тем, здесь есть все необходимое для детей. Много воздуха, второй свет, бассейн. Есть возможность для занятия с детьми, которым необходима поддержка с точки зрения логопедии, психологической помощи, кабинет психологической разгрузки. Рекреации и зоны сделаны так, что можно их использовать под театральный кружок, под представления, по какие-то конкретные дополнительные занятия. В общем, порадовал проект. Кроме того, Лидия Антонова заметила, что городской округ Люберцы успешно выполнил указ президента по доступности дошкольного образования. Это завершение программы строительства детских садов в 7-8 микрорайоне. Всего у нас в этом микрорайоне 7 детских садов. Два новых детских сада рассчитаны на 150 детей каждый. Принять малышей здесь могут 1 сентября. Все путевки уже выдали, персонал подобрали, игрушки купили. В Люберцах продолжают реализовывать губернаторскую программу «Мой подъезд». На сегодняшний день в городском округе отремонтировали свыше 670 подъездов из 1300, внесенных в план ремонта на 2017 год. На прошлой неделе представители администрации провели приемку работ в одном из многоквартирных домов города. Губернаторская программа «Мой подъезд» масштабно охватила весь городской округ. Ремонт входных групп завершился уже в более чем половине домов из всех запланированных на этот год. На улице Толстого жители остались довольны обновлением, ведь все работы предварительно были обговорены с ними. Несколько человек, жителей, выбрали этот бирюзовый цвет, он спокойный такой, светленький, хороший. Подъезд сделали замечательно, изумительно, белые потолочки, голубые стены, отшлифовали ступеньки, все чистенько, двери, доводчик поставили новый, новые ящики. Вообще замечательно, окна, да, все помыли, но замечательно, изумительно чистый подъезд. Вместе с жителями приемкой выполненных работ занимается и специальная комиссия. Представители власти и управляющих компаний на всех этапах контролируют процесс ремонта, после чего оценивают конечный результат. И что немаловажно, всегда учитывают пожелания люберчан и устраняют их замечания. Жителям понравилось, что с ними ведется диалог, что житель принимает первое участие в ремонте своего подъезда. Он выбирает краску, выбирает, как произвести ремонт, выбирает, в какие сроки произвести ремонт. И он понимает, что в любой момент он может обратиться к управляющей компании и внести свою лепту, если что-то идет не так. К примеру, здесь, на Толстого, жители попросили представителей комиссии засыпать участок придомовой территории плодородной землей. Кстати, этот двор стал одним из тех, который благоустраивается полностью. Сейчас там ведутся работы по разуклонке дорожного покрытия. Уже установлен игровой комплекс. Хотели поставить здесь стоянку автомобиля. Здесь многие наши собрались, возмущались, что неправильно, сделали детскую площадку. Ну и с того времени, я смотрю, началось где-то, наверное, обратили на нас внимание. И я смотрю, сейчас очень много внимания нам уделяют. Большое спасибо. На сегодняшний день в Люберецком округе отремонтировано 672 подъезда из 1300 запланированных входных групп. По словам Проворова, все работы по реализации губернаторской программы ведутся по графику. Полностью их завершат к 1 ноября. Анна Троян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. В Малаховке станет чище. Местные власти всерьез взялись за борьбу с несанкционированными свалками и несвоевременным вывозом мусора. О том, какие меры уже приняты, журналистам рассказали на выездном совещании, участники которого своими глазами увидели, как загрязняют жемчужину Подмосковья. За последние три недели в Малаховке штрафовали 27 нарушителей, которые выбрасывали пакеты с отходами в частном секторе. Такая неживописная картина здесь уже давно почти на каждом углу. Наши специалисты совместно с народной дружиной из Красково, а также с представителями полиции выходят на рейды. Именно стоят на тех местах, где традиционно люди выбрасывают мусор, несанкционированные свалки организовывают. Также в Малаховке установили таблички, информирующие население о том, что за организацию свалки грозит штраф 5000 рублей. Конечно, этого мало. Необходимо создать такие условия, чтобы жители не мусорили где попало, а выбрасывали отходы в установленных местах. Сейчас принято решение дополнительно установить 6 контейнерных площадок, дополнительных мусорных контейнерных площадок и установить их непосредственно в близости к жилому сектору. Кроме того, было установлено, что обслуживающая компания в настоящий момент не справляется с вывозом мусора. Если она не примет определенные меры, то подрядчика заменят. В Токареве ликвидируют несанкционированную свалку переработанных нефтепродуктов. Емкости с опасными отходами и прочий мусор убрали. Зараженный нефтью участок земли засыпали грунтом. А на прошлой неделе на место выехали представители администрации, чтобы провести выясное совещание по ликвидации последствий экологического бедствия. У нас поступил сигнал от жителей деревни Токарева о том, что на опушке леса практически неизвестными лицами произошел сброс нефтеотходов. На проверку данного сообщения на место выехали уполномоченные лица и спецтехника. Они убрали мусор, а зараженный участок земли засыпали грунтом. Приехали, здесь были бочки, была какая-то ветошь, но мы, соответственно, дали указание службам, мы убрали, и мы дали указание службам, которые занимаются отслеживанием экологической обстановки, проверить, насколько это опасно для жителей. Оказалось, совсем не опасно. В ходе проверки превышение допустимых экологических норм обнаружено не было. Жителям Токарева и близлежащих населенных пунктов ничего не угрожает. Тем не менее, власти просят всех быть бдительными и внимательно следить за экологической ситуацией в районе. Если удастся где-то сфотографировать номер машины или снять видео, как кто-то выбрасывает мусор или какие-то загрязняющие предметы, фиксируйте, обращайтесь к нам, мы будем проводить расследование и наказывать. Для нас важно, чтобы те люди, которые захламляют нашу территорию, понесли заслуженное наказание. Этот случай, не первый зафиксированный сбор отбросов в Токареве уже случался. Однако силами местной администрации свалка была успешно ликвидирована. Мария Лапчева, телеканал ЛРТ. Мотосезон дает о себе знать. С наступлением теплого времени года на территории обслуживания Люберецкой ГИБДД произошло 19 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов. Для того, чтобы предотвратить аварии на дорогах, сотрудники отдела сами сели на двухколесный транспорт и выехали в рейд. Каждое утро сотрудников ГИБДД начинается с развода инструктажа. Старший инспектор дежурный доводит до сведения коллег оперативную информацию. Также на общем собрании определяется порядок расстановки сил на рабочий день. В весенне-летний период особое внимание уделяется мотоциклистам. На территории обслуживания участились случаи ДТП с их участием. На патрулирование улиц выезжает полицейский мотовзвод. Сначала инспекторы ДПС работают на самых оживленных участках, останавливают мотоциклистов с целью проверки документов. А на тех, кто нарушает правила дорожного движения, составляют административный протокол. Водитель мототранспорта признался, опаздывал на работу, поэтому нарушил правила и выехал на встречную полосу. А другой мотоциклист двигался между рядами по разделительной полосе. Требования сотрудников ГАИ остановиться лихач проигнорировал. Второй инспектор начал преследование. Уехать далеко нарушителю не удалось. За то, что вы не выполнили требования об остановке, будьте привлечены к административной ответственности. Материал будет направлен для рассмотрения начальнику ГАИ. Понятно, да? Пройдемте. С начала мотосезона практически ежедневно с участием водителей двухколесного транспорта происходит ДТП. В этом году уже шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Трое из них подростки. К сожалению, родители еще не всегда понимают ту степень ответственности, которая наступает, если несовершеннолетний сядет на скутер. То есть несовершеннолетний сам не может купить себе приобрести скутер. Естественно, родители его приобретают и дают возможность на нем кататься. Такую возможность покататься дали 13-летнему Максиму. Инспекторы ДПС остановили его в деревне Матюково во время патрулирования СНТ и дачных участков. По требованию сотрудников мальчик позвонил отцу и сообщив о своем местонахождении попросил его прийти. Во время разговора с представителем ГИБДД папа подростка признался, что сделал такой подарок сыну за хорошую учебу в школе, только запретил ему кататься на проезжей части. Но тем не менее я вас предупреждаю, что за данное правонарушение, так как ему нет еще возраста, который он может сам отвечать за себя, материал на вас оставим по 5.35 и знаете за статья. Эта статья предусматривает 500 рублей штраф комиссии понеделан несовершеннолетних. Для того, чтобы и папа, и сын не забывали об опасности поездок на скутерах, инспекторы госавтоинспекции подарили им плакат, напоминающий об этом. А подобные рейды сотрудники ведомства будут проводить до завершения мотосезона. Луиза Игия, Зарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. 53 несчастных случая произошли с начала года на железной дороге в городском округе Любрицы и в соседних городах. О статистике происшествий и профилактике безопасности на железнодорожном транспорте нашей съемочной группе рассказал Московско-Рязанский транспортный прокурор Сергей Мальчук. Именно на этом переходе на станцию Ухтомская в прошлом году произошло два несчастных случая. Один из них оказался смертельным. Ценой жизни этого человека стали сэкономленные три минуты до ближайшего разрешенного перехода буквально 200 метров. В этом году таких случаев здесь пока не зафиксировано, но по-прежнему на запрещенном переходе достаточно интенсивное движение как пешеходов, так и поездов. Буквально каждую минуту на опасном участке появляются люди, в основном подростки. Вы понимаете, что вы сейчас нарушили административное законодательство? Да, мы просто к тюте шли. Вы знаете, что здесь нельзя переходить? Ну, по-быстрому просто. Вы знаете, что это опасно? Да. А почему проходите? Ну, просто нам уже было слышно 5 метров. Именно по этой причине срочно нужно перейти. За первые 6 месяцев текущего года на железной дороге травмировано 53 человека, из них 42 смертельно. Среди пострадавших пятеро подростков, а среди погибших один. И такие несанкционированные переходы, как на станцию Ухтомская, провоцируют на нарушение правил безопасности. И как бы ни боролись сотрудники РЖД с такими самодельными переходами, люди продолжают наносить вред самим себе. Будет приняты меры для того, чтобы пресечь в том числе и путём административных мер прохождения на этом переходе. Мы сейчас аккумулируем, анализируем. И в 2017 году у нас тоже запланировано по всем вот таким местам внести представление, очередное представление. За переход в неположенных местах на железной дороге предусматривается штраф. В этом году стражам порядка удалось задержать более 670 человек и привлечь их к административной ответственности. В числе наказанных есть и несовершеннолетние. В настоящее время административный штраф составляет всего лишь 100 рублей. Поэтому большое воздействие оно не оказывает на данных граждан для прекращения и предотвращения перехода граждан в неустановленных местах. Запрещенные переходы, невнимательность, наушники – это далеко не единственные причины трагедии на железной дороге. В погоне за острыми ощущениями или эффектными селфи подростки катаются на сцепке или крыше вагона. В начале года в Раменском из-за этого пострадали два человека. Люди с нарушениями слуха и речи теперь могут обратиться в систему 112. Новый регламент информационного взаимодействия утвердило правительство Московской области. Для иностранцев, не владеющих русским языком, также создали комфортные условия общения с операторами службы. Психологи, медики, а теперь и лингвисты. При необходимости операторы 112 общаются с человеком на английском, французском или немецком языках. На рабочем столе каждого сотрудника экстренной службы шпаргалки с иностранными словами. Они объясняют заявителям, что они попали в службу 112 и для дальнейшей отработки они соединяют уже с профессиональным оператором-лингвистом. Новый регламент, утвержденный правительством Московской области, позволяет службе 112 принимать вызовы от людей с нарушениями слуха и речи. На видеозвонки по скайпу отвечает оператор-сурдопереводчик. Также заявитель может общаться со специалистом по СМС в режиме онлайн. Даже если человек с нарушением речи и слуха будет находиться в Леберецком районе, он попадет к оператор-сурдопереводчику в Подольск или в Красногорск, он примет вызов и передаст необходимую службу, которая находится в нашем районе. Необходимые меры приняли для людей, которые в силу различных обстоятельств находятся в состоянии повышенной нервной возбудимости. В таком случае, если человек соглашается, его звонок переводится на оператора-психолога, который, в свою очередь, оказывает необходимую помощь. Луиза Егезарян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Жаркая погода вынуждает искать прохладу. Жители Люберец устремились к воде. Наташинские пруды, карьер Владкарина, Малаховское озеро, водоемов в округе много. Вот только купание в них строго запрещено. Такова позиция территориального отдела Роспотребнадзора по Московской области. В ведомстве назвали одно единственное место, где официально разрешено купаться. Купальный сезон. Для людей он открывается с приходом комфортной температуры. А для сотрудников Роспотребнадзора еще зимой. Письма направляем о необходимости приведения этих зон в надлежащее санитарное состояние и, соответственно, закрепление за этими зонами ответственных лиц, которые будут отвечать за то, что происходит в летний период и, соответственно, за поддержанием там чистоты и порядка. Наташинские пруды, берег густо усеян отдыхающими. Дети, взрослые, семьи многие время от времени заходят укунуться. Табличка купания запрещена, никого не смущает и тем более не останавливает. А что боятся? Подцепить что-нибудь? Не, не боюсь. Ну, все же купаются. Ну, и я купалась вчера. Все хорошо. Пришли домой, приняли ванну, искупались. Все нормально. Купаюсь, конечно. А почему? Потому что здесь, во-первых, близко. Но и ответственного за организацию купания здесь нет. Да и администрация Люберец обратилась в Роспотребнадзор признать данный объект только зоной отдыха. В этом году мы получили только одно постановление о именно том, что водный объект будет использоваться в целях купания. Это постановление администрации города Дзержинского о муниципальном пляже, который находится у них по улице Угрешская, дом 19. Соответственно, это карьер ЛГОК. На сегодняшний день карьер в Дзержинском единственное место, где можно плавать и нырять без каких-либо опасений за здоровье. Проведено исследование воды, почвы и песка, выдано заключение, которое гласит, что пляж проинспектирован, а его состояние отвечает микробиологическим, радиационным и иным санитарным нормам. Контроль окружающей среды будет обеспечиваться до завершения пляжного сезона. Два других крупных водоема Люберецкого округа, Кореневский карьер и Малаховское озеро, так же, как и Наташинские пруды, всего лишь зоны отдыха. Там экспертиза не проводилась. Мы считаем, что так как это не было заявлено, то эти зоны отдыха не могут использоваться с целью купания, так как там не проведены определенные мероприятия. От администрации поселений, на территории которых расположены непригодные для купания водоемы, требуется проинформировать население о том, что заходить в воду нельзя, установить таблички, содержащие информацию о запрете. Яна Яковлева, Алексей Абрамов и Никита Скраган, Телеканал ЛРТ. 20 подростков из Люберецкого округа, стоящих на учете комиссии по делам несовершеннолетних, отправились на ослёт в военно-патриотический центр. Там они займутся спортом и военной подготовкой будут находиться на территории под наблюдением педагогов и специалистов. Так же их ждет строгий распорядок дня. В центре офицерское собрание ребят ждут соревнования в различных игровых видах спорта. Кроме того, участники смогут показать свою ловкость в экстрим-парке, а также покататься на картах. Там они научатся многому, а самое главное – правильному поведению в обществе. Военно-патриотический слёт продлится неделю. Возраст участников – от 14 до 17 лет. Вам не длежит на самом деле приобщиться к дисциплине, освоить многие армейские специальности, в том числе юного воина. На спортивные сборы мальчики отправились накануне. Их провожали у здания администрации. Военно-патриотические слёты становятся уже доброй традицией для городского округа. После таких мероприятий у ребят, которые находятся в трудной жизненной ситуации, наблюдается положительная динамика. Такой летний отдых для подростков организовывает администрация уже в течение семи лет. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Открытая спортивная тренировка прошла в Люберцах на минувшей неделе. Для жителей её провели профессиональные тренеры и члены военно-патриотической организации «Русский ЛАД». Напомним, подобные тренировки проводятся в городском округе в рамках программы «Спорт в каждый двор». «Спорт в каждый двор» – полезный и нужный проект вновь позволил жителям Люберец узнать получше, что такое активный досуг. Настоящие профессионалы-спортсмены продемонстрировали свои способности, обучили люберчан модному кроссфиту, помогали им выполнить упражнения. Организатором данного мероприятия «Высокоспорткомитет», а также соорганизатором общественной организации «Русский ЛАД». И, как оказалось, у общественников «Русского ЛАДа» есть чему поучиться. Анастасия Блинова в тайском боксе всего три года, однако уже имеет титул призера соревнований федерального уровня. Она настоящий пример того, что мечты сбываются, стоит только по-настоящему захотеть. Меня всегда привлекали такие виды спорта, но никогда я не решалась пойти. И как-то получилось так, что я все-таки решилась. Пришла девочка-девочка в тапочках. Я считаю, что спорт – это обязательный элемент жизни, потому что это здоровый образ жизни, это море энергии и отличное настроение. Спортсменка помогла и люберчанам почувствовать на себе дух воина. Для ребят Анастасия провела мастер-класс, показала, как обороняться от противника, правильно держать удар и вести себя в бою. Грелку надуть, как шарик, закрутить в несколько оборотов арматуру, как пушинок поднять девчат и сломать огромный металлический гвоздь, который выдерживает полторы тонны. Яркой кульминацией открытой спортивной тренировки стало силовое экстремальное шоу «Русский характер». Давайте дружно-дружно поддерживаем, что-то у вас не слышно. Ура! Сергей Чупри наглядно показал, какой мощью может обладать настоящий мужчина, если полюбит силовой спорт. Все номера, которые исполняет силач, есть в книге рекордов Гиннесса. Закручивание гвоздей, ужасно сложный номер, потому что, когда я закручиваю, там суставы выворачивает, все потом болит. Когда это показываю, я заряжаюсь от людей, я получаю огромное удовольствие. Люди смотрят, они мотивируются на спорт. Такие тренировки в городском округе проходят с начала лета. Меняя локацию, их проводят еженедельно. Следующий спортивный флешмоб состоится в Томилине. В Наташинском парке при участии Люберецкого центра культуры и отдыха прошла спортивная игровая программа для юных любителей спорта и активного образа жизни. Гостей праздника ждали веселые эстафеты, а также много музыки и отличного настроения. Внимание, марш! Музыку! Кажется, люберчане слишком долго ждали настоящей летней погоды. Солнечные дни в Наташинском парке встречают особенно активно с музыкой. Теперь в будни здесь не только мамы с детьми, но и работники культуры. Последние, впрочем, не отдыхают, а трудятся. Дело в том, что мы проводим мероприятия с разными категориями населения, но в данном случае мы решили провести эту программу именно для детей, потому что не все же разъезжаются по дачам, кому нет возможности отдохнуть. А в наших парках, слава богу, они сейчас очень красивые, цветочные. Все гуляют, отдыхают, поэтому детям мы хотим просто помочь, чтобы им было весело. В солнечный кружок «Заходи скорее, дружок» так называлась развлекательная программа. Две команды ловко выполняли задания. Бег с мячом, с обручем вокруг кеглей и упражнения на координацию движений. Мне было весело и интересно. И очень позитивно. Спорт – это очень позитивная игра и веселье. Мне понравилось, как круги катали. А мне когда бросали мячики в кайф. Мне тоже понравилось, как мячики бросать. Поучаствовать в конкурсе мог любой желающий, даже вместе с родителями и совсем бесплатно. Хотя было одно условие – хорошее настроение. Спасибо! Аплодируйте! Яна Яковлева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. И в завершении выпуска наша постоянная рубрика «Свободный микрофон». На этот раз она посвящена непростому вопросу выбору домашнего питомца. Анна Троян продолжит. Кто лучше – кошки или собаки? Ответ на этот вопрос наконец разгадали американские эксперты. Они исследовали, как влияют животные на организм человека. В итоге оказалось в качестве домашнего питомца полезнее всего заводить псов. А что по этому поводу думают люберчане, узнаем прямо сейчас. Кошки более ласковые, более нежные, и они менее шумные. Не нужно выгуливать, меньше убирать, паразиты тоже меньше выводить. Потому что люблю котов, у нас два. А вы что, вы любите? Да, это хорошее настроение. Собаки, исключительно собаки. Потому что у кошек несколько другое восприятие, мир восприятия. Какое оно? В голове, вот, шуру-гуру. Ну мы кошек любим. А за что? Потому что они мягкие, пушистые. Ну вообще домашние такие, не знаю. Ну с собачками надо гулять, но собачки тоже, конечно, милые, но с ними, наверное, гулять время нужно. У нас кот, он не пахнет. А какой у вас кот? Британец, краткошерстный. А за что вы его любите? Он как шоколадка. Ну они очень интеллигентные, нигде не ходят в туалет, помимо своего лотка. Собаку. Почему? Ну, лучший друг человека, и, ну, привязывается как-то лучше. А у тебя есть собака? У меня нет кошки. А хотел бы собаку? Да, хотел. Какую? Хаски, ну, наверное, или хатика. Лучше кошка. Ну, она меньше места занимает. Хорошо влияет положительно на организм, я считаю, вообще животные кушают. А у вас есть кошечка? Собираюсь завести. Какую? Хочу британскую. Никого не хочу. Это уж такой возраст. Кошку. Она создает уют в доме, и мне кажется, что без кошки в доме это как-то неуютно. Без кота и жизнь плоха? Да. А у вас есть кошка? Да. Какая собака? Счастье. Трехцветная кошка. Да, у меня кот. Ходите покажу. Да, он крутой, короче, супер. Вообще кот весельчак, вообще все отлично у него. Живет, наслаждается жизнью. Вот. Бегает по улице, кайфует. Мне больше коты нравятся. А собачки? Собак не люблю. Кошка тоже муся, серая кошка. Мы вообще нашли ее на улице, но она такая хорошая просто вообще. Мы счастливы, что нашли ее. И неважно, какая кошка породистая, нет. Это самое главное, что мы ее оберегаем, мы несем за нее ответственность. Безусловно, собака – лучший друг человека. Однако у самодостаточных котов есть свои преимущества. Они гораздо сильнее, снижают стресс и положительно влияют на давление своих хозяев. Вероятно, именно поэтому люберчане чаще всего заводят именно котиков. Анна Троян, Дмитрий Родзянко специально для рубрики «Свободный микрофон». Ну что ж, такой мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно следующее, узнаем совсем скоро. Ну а я напоминаю, что все новости городского округа Люберцы есть на страничках ЛРТ в социальных сетях. Подписывайтесь. Я, Наталья Григорьева, на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова